Здравствуйте, я Екатерина Орлова, журналист телеканала НТН-24. На время наших непредвиденных телевизионных каникул я оказалась в Республике Беларусь, городе Минске. Здесь 14 июля проходит регистрация кандидатов в президенты Республики Беларусь. У нас действительно много общего у наших стран. Это постсоветские государства, и тут и там авторитарный стиль правления, ну и, конечно же, обнуленный лидер, которому накопилось немало вопросов. Итак, позади меня находятся журналисты. Все мы здесь ждем оглашения, чуть не сказала приговора, результатов. Но на самом деле это слово здесь было бы уместно, так как ситуация в Республике Беларусь действительно обострена. 26 лет Александр Лукашенко занимает свой президентский пост. Это достаточно долго, достаточно долго для того, чтобы у народа уже появился запрос на политические перемены. Эта предвыборная гонка стала по-настоящему жаркой. В отношении оппозиционных кандидатов ведется настоящая война. Тихановский, Цепкало, Бабарико – все они так или иначе столкнулись с суровой системой. Тихановский сейчас находится в карцере. Вместо него в выборах решила попытать удачу его супруга. Бабарико также подвергается преследованию. Цепкало, как мы знаем, уже не допустили к выборам. Будем следить за развитием событий. И события обязательно будут яркие. Это точно. Власть, несмотря на то, что альтернативные кандидаты сейчас находятся в тюрьме и не могут вести избирательную деятельность, настолько слаба и так испугалась, что не допустила длица Радмитриевича Бабарико избирательную протезу. Вы будете в суд, да? Мы хотя бы в суде узнаем, что произошло, потому что пока все, что мы услышали со слов, выглядит по меньшей мере очень справедливо. Сядьте, сядьте! Я уже говорила, что сегодня я вижу только одного соперника, это нынешний президент, потому что у него достаточно административного ресурса, которым он пользуется нарушением действующего. Заход! Заход! Светлана, у вас сейчас есть уникальная возможность обратиться к Сергею Тихановскому. Что бы вы ему сказали? А как вы ему это передадите? Сегодня на тебя смотрят все это, в том числе и БТ. Да. Сережа, я тебя очень сильно люблю. Я это делаю только ради тебя и ради людей, которые за тобой пошли, которые в тебя поверили. И ради всех, кто к нам еще присоединится, к нашему движению. Спасибо. Это, дорогие друзья, не просто мертвый грызун, а метафора. Во время своей трансляции журналисты Радио Свобода выхватили поистине исторический кадр. Мимо цик пролетала птичка и выронила мертвую мышку. А мертвая мышка, в свою очередь, упала прямо к лестнице цик. Как говорится, совпадение? Не думаю. Но чтобы не клумиться над трупиком, мышку отнесли к газончику. Редактор субтитров А.Семкин